Прежде чем говорить об искусственном интеллекте, хотелось бы понять, что такое интеллект в целом, без слова искусственный. И мне хотелось бы узнать ваше определение этого слова. Что значит «обладать интеллектом»? Какое определение вы бы дали слову «интеллект»? Умение анализировать информацию, отлично. Умение создавать, используя знания Америки. Создавать, используя знания. На основе памяти. На основе памяти. Что делать? Добавить следствие из малышей. Можно предсказывать будущие события по имеющимся данным? Предсказывать будущие события. Подходит. На самом деле я специально начал выступление с некоторой такой философской дискуссии, чтобы по мере того и в конце выступления, как я буду рассказывать об искусственном интеллекте, вы сами для себя смогли соотнести то определение, которое вы сейчас дали слову «интеллект» с тем, что в наши дни называется искусственным интеллектом. Отлично, спасибо. Рассказывать я буду на примерах и начну с более простых примеров и буду постепенно двигаться к более сложным. Следующий слайд, пожалуйста. И первым примером у нас будут сайты по подбору недвижимости и то, как они делают предсказания о цене той или иной недвижимости. Предположим, вы захотели продать свою квартиру. Вы заходите на специализированный сайт, создаете новое объявление и начинаете его заполнять. Но какие поля вы там, скорее всего, увидите? Это будут площадь квартиры, количество комнат, наличие или отсутствие балкона, может быть, этаж, на котором расположена квартира, если это многоэтажный дом. Также вы, скорее всего, туда загрузите фотографии и, может быть, заполните какое-то поле с описанием своими словами. Затем вы доберетесь до самого интересного поля – это стоимость квартиры. И, возможно, вы увидите там какой-нибудь уже серый шрифт или какую-нибудь подсказку, рекомендацию о том, какую стоимость было бы поставить на эту квартиру правильно с точки зрения искусственного интеллекта, который все это посчитал на основании тех данных, которые вы до этого ввели. И, возможно, вы согласны с этой ценой, она как-то соотносится с тем, что вы сами себе представляли, а, возможно, не согласны. И тогда вы, наверное, начнете анализировать рынок, почему такое большое расхождение в цене. И, скорее всего, вы заметите, что ту рекомендацию, которую дал вам искусственный интеллект, цена этой рекомендации намного адекватнее соотносится с сегодняшним состоянием рынка, чем то, что вы представляли себе. Но каким образом искусственный интеллект знает, сколько должна стоить ваша квартира? И еще знает это лучше вас? Давайте в этом сегодня и разберемся. Посмотрим, составим вот такую табличку. В левой части у нас набор параметров каких-то квартир. В правой части у нас, соответственно, колонка с их стоимостью. И мы поставим между ними знак «равно». Кстати, эти данные о квартирах – это данные реальных квартир, продающихся в московском районе Санкт-Петербурга прямо сейчас. Что мы можем здесь заметить? Ну, везде у нас практически цифры. То есть мы оперируем цифрами, кроме одной колонки. Это наличие или отсутствие балкона. Там у нас буквы. Ну, эти… там у нас слова. Но эти слова мы тоже можем преобразовать в цифры, используя небольшой трюк. Мы заменим слово «нет» на ноль, то есть отсутствие балкона, слово «да» на единицу, то есть наличие балкона. Это называется кодированием информации. И в данном случае это будет бинарное кодирование, поскольку у нас всего один из двух вариантов – «да» или «нет». Ну, хорошо. Теперь у нас и там, и там цифры. Начинает походить на какое-то математическое уравнение. Как нам его решить? Работает отлично. Спасибо. Подставим в каждую из колонок свой коэффициент, единый для каждой из колонок, и сложим все эти коэффициенты. В итоге мы получим примерную стоимость квартиры. Именно примерную, а не точную. Почему? Мы разберемся буквально через минуту. На что еще стоит обратить внимание, так это то, что у нас появилась новая колонка, называемая смещение. Эта колонка нам позволяет добиться еще большей точности при вот этом примерном сравнивании. Именно поэтому у нас знак «равно» заменился на две волнистые линии, на знак приблизительного равенства. Вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом, откуда взялись эти коэффициенты, и почему они не именно такие. Ну, самый простой ответ на этот вопрос – их подобрала модель машинного обучения, называемая линейной регрессией. Я решил сильно не утомлять вас математическими формулами и лучше расскажу и покажу на визуализации, как подбираются эти коэффициенты, выделенные красным, которые, кстати, называются весами, и на что влияет смещение. Для этого давайте немножко упростим нашу задачу и построим вот такой график, используя только одну первую колонку из нашей таблички. Кстати, каждая колонка называется признаком. По горизонтальной оси, по оси Х, у нас признак площадь квартиры в квадратных метрах. По вертикальной – стоимость квартиры. Стоимость квартиры называется целевым признаком. И здесь мы видим соотношение для каждой из квартир, которые выражены точками, их стоимости относительно площади этой квартиры. Что бросается в глаза, так это то, что эти точки примерно лежат на одной линии. Давайте проведем эту линию. Вот она. Теперь нам хорошо заметно, что не все точки прямо четко ложатся на линию. Некоторые от нее отстают, некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше. Но почему линия проведена именно так? Дело в том, что при таком построении линии суммарное расстояние между всеми точками и этой самой линией будет минимальным. Это расстояние, вернее функция, которая считает это расстояние, называется функцией цены. И алгоритм, который назначил нам коэффициенты, занимался тем, что искал как можно меньшее значение этой функции цены. То есть занимался ее минимизированием или оптимизацией. Хорошо. И, соответственно, он их оптимизировал, подбирая веса. Те самые коэффициенты, выделенные красным. Соответственно, если мы будем изменять вес, то будет изменяться и наклон этой линии, и будет изменяться значение вот этой общей функции цены. Ну, хорошо. С весами разобрались, наверное, более-менее. Теперь осталась колонка смещения. Давайте поговорим о ней. Если мы приблизим график в левой части, ближе к точке начала координат, то мы можем увидеть, что эта линия начинается не из нуля. Можем даже приблизить еще лучше, чтобы было хорошо видно. Дело в том, что если бы мы строили линию без учета этого смещения, то она бы выходила из точки начала координат, то есть из точки 0,0, и мы бы не смогли достичь того значения функции цены, которое мы достигли, используя вот это самое смещение, то есть сместив линию. В данном случае у нас смещение оказалось в порядке значения минус 103. А если вы обратили внимание, то в самом начале в табличке у нас это смещение было положительным. Почему так? Потому что в данном случае мы разбираем только один признак, и на основании одного признака строим прогноз по стоимости квартиры. В той же колонке у нас было множество признаков, и, соответственно, уже под них модель подбирала коэффициенты и, соотнося с ними, искала оптимальное смещение. Итак, у нас есть признак. Мы построили по этому признаку, по набору имеющихся данных квартир, какую-то линию. А как нам теперь все это использовать, чтобы предсказать стоимость квартиры, которую модель до этого не видела, которую человек хочет продать и заполняет объявление? Очень просто. Возьмем, для примера, квартиру площадью 50 квадратных метров и просто спроецируем ее на эту линию и получим стоимость квартиры примерно в 5 миллионов рублей. Но выводить стоимость квартиры по одному только признаку ее площади – это как бы такое себе занятие, и большой точности мы вряд ли сможем достичь. Что мы можем сделать? Мы можем добавить больше признаков. Например, в следующем будет количество комнат в квартире. Теперь у нас уже 3D-график, и наша линия превратилась в некое подобие листа бумаги, называемой гиперплоскостью. Что можно заметить? Так это то, что точки, представляющие квартиры, уже более четко ложатся на этот лист бумаги, чем раньше они ложились на линию. Это значит, что и суммарное расстояние уменьшилось, то есть функция цены тоже стала меньше. Мы добавили признак, который оказался хорошим. Он позволил увеличить точность. К сожалению, на этом моменте мы теряем возможность визуализировать каждый последующий признак, потому что мы с вами мыслим и видим в трех измерениях. Но для модели это не является препятствием. Она может принимать на вход сколь угодно много признаков и строить по ним прогноз. И чем больше качественных признаков мы будем давать модели, тем более точно будет этот прогноз. Немножко рано, но ладно. Хорошо, пока что надеюсь, что все понятно. Теперь скажите или поднимите руку, кто слышал фразу «искусственный интеллект»? Ой, тьфу, я прошу прощения. Нейронные сети. Все слышали про нейронные сети. Здорово. Вот на этой картинке у нас изображен нейрон, биологический нейрон, такой, который находится, например, в головном мозге человека. У него есть небольшой отросточек, аксон, и маленькие совсем отросточки, называемые дендритами. По дендритам он получает какие-то сигналы, потом внутри нейрона происходит какая-то математика, и по аксону он дальше передает какой-то уже обсчитанный сигнал. А теперь давайте немножко по-другому представим те данные о квартирах. Визуализируем ту модель, которая нам предсказывала стоимость квартир. Ничего ли не напоминает? Немножко похоже на нейрон, да? Если мы представим каждый вес вот такой линией, для лучшей визуализации я поставил здесь значение, кругляшочками мы, ну скажем, сделаем некий входной слой, это будут те сигналы, которые поступают на дендриты нашего нейрона, то мы получим нечто похожее на один из нейронов. У него сейчас нет аксона, потому что он на выходе сразу дает ответ, не соединяясь с другими нейронами. Но по сути это нечто похожее на один нейрончик. Теперь давайте вспомним вот еще что. Мы заполняли помимо числовых и текстовых полей еще кое-что. Мы загружали фотографии. Но как модель может понять, как она вообще может работать с фотографиями или с картинками, если раньше мы говорили о числах? В принципе, все довольно просто. Каждый пиксель на картинке будет отдельным признаком. К примеру, для изображенной здесь черно-белой двойки размером 20 на 20 пикселей общее количество признаков будет равняться 400. Много это или мало? Я бы сказал, что скорее это мало. Давайте объединим все, что у нас было до этого. То есть наши данные о квартирах из таблички и какие-нибудь фотографии, которые загрузил пользователь. Фотографии цветные, большого разрешения. Мы в итоге получаем большое количество признаков на входе. Но это, как я уже говорил, не смутит модель. Это скорее позволит ей достигнуть большей точности при расчетах. У нас будет больше весов, больше коэффициентов. И мы будем получать все более точный ответ. Единственное, что не изменилось, у нас остался один нейрон. А в чем проблема? Давайте добавим еще. Теперь у нас нейронная сеть. Мы добавили так называемый скрытый слой из нейронов. Каждый из этих нейронов соединен с каждым из входных кругляшочков. То есть каждый из них имеет такое количество дендридов. И также нейрон на выходящем слое соединен со скрытым слоем. Такая нейронная сеть называется полносвязной. Можем ли мы добавить еще нейронов и усложнить модель? Конечно, можем. В принципе, нас ничего не останавливает от повторения таких операций до бесконечности. Разве что мы можем упереться в ограничения по вычислительной мощности, которая необходима на обсчитывание такой модели. А теперь как же будет учиться у нас эта нейронная сеть? Это что-то похожее на приобретение опыта человеком. И состоит это обучение из двух шагов. Первый шаг, который называется прямое распространение, это когда мы создаем новую нейронную сеть, которая не знает абсолютно ничего о той задаче, которую ей придется выполнять. Все веса между всеми нейронами назначены абсолютно случайным образом. И в итоге есть один выходящий нейрон, который будет что-то предсказывать. Мы подаем на вход какие-то значения. Что-то о квартире, фотографии, может быть описание квартиры. И на выходе ждем какой-то ответ. Мы получаем ответ, который будет являться каким-то случайным числом. Теперь нужно как-то скорректировать модель, сказать ей, что этот ответ не совсем верен. Этот шаг называется обратное распространение ошибки. В зависимости от того, насколько модель ошиблась, мы изменяем веса в каждом из этих слоев для каждого из этих нейронов, немножко их корректируя, чтобы то значение, которое будет выдавать нейронная сеть, соотносилось с тем, которым оно должно быть. Естественно, для этого у нас должен быть набор данных о уже имеющихся квартирах. Это та самая табличка, которую я показал в начале. То, о чем я сейчас рассказал, называется обучением с учителем. Этим учителем как раз выступают известные нам данные о стоимости каждой из квартир. Это обучение с учителем имеет несколько подразделов. Например, табличные данные, которыми может выступать табличка с параметрами квартир, которые мы видели в самом начале. Есть такой подраздел NLP или Natural Language Processing, то есть обработка естественного языка. В нашем примере это может быть обработка того текста, который вы заполните в поле описания квартиры. Также есть раздел Computer Vision, то есть компьютерное зрение, которое занимается работой с изображениями и видео. Но обучение с учителем не единственный вид машинного обучения. Встречайте, обучение с подкреплением. Именно используя алгоритмы обучения с подкреплением, модель искусственного интеллекта AlphaZero обыграла все и вся в шахматы. Модель AlphaGo обыграла чемпиона мира в Go. OpenAI Dota 2 обыграла профессионалов в Dota 2 сначала в игре один на один, а затем и через год показала очень хорошие результаты в игре 5 на 5. Всюду искусственный интеллект побеждает человека. Как это происходит? Для примера я взял понравившееся мне видео с YouTube, ссылка на него будет в самом конце. Мы опять же разберем на чем-нибудь попроще. Здесь вы видите машинку, которую управляет искусственный интеллект. Машинка ездит по трассе, и она как-то понимает, куда ей ехать и с какой скоростью. Но для начала из машинки выходят 5 лучей. Каждый из этих лучей измеряет расстояние до ближайшего препятствия. То есть у нас уже есть 5 признаков на входе. И есть еще два признака. Первый — это скорость машинки, второе — это направление, в котором она едет. Имея эти 5 признаков на входе, искусственный интеллект, а в данном случае используется модель нейронной сети, должен на выходе в каждую единицу времени принять решение, что делать дальше. Ехать прямо, либо поворачивать налево или направо, либо притормаживать. То есть на выходе у нас 4 нейрона, каждый из которых отвечает за свое решение. Ну хорошо. Теперь мы поняли примерно, как искусственный интеллект определяет, как ему управлять машинкой. Как мы его будем тренировать? Давайте устроим небольшое соревнование. Мы возьмем 650 этих машинок, каждая из которых управляется отдельным искусственным интеллектом, кстати, называемым агентом. Каждый из этих 650 агентов обладает своей нейронной сетью. Каждая из этих нейронных сетей построена случайным образом. То есть те самые веса подобраны абсолютно случайные. Неудивительно, что многие из машинок врезались практически в самом начале. Некоторые даже поехали в обратную сторону, потому что никто из агентов пока что не знает, какая перед ним стоит задача. Он не имеет понятия, что он управляет машинкой, не знает, что нужно проехать круг и не врезаться в стены. Хорошо. А как мы будем дальше обучать этих агентов? Обратите внимание, у нас есть некоторые лучшие представители этого первого поколения, которые проехали чуть большую дистанцию. Мы будем определять лучших по той дистанции, которую они проехали. И эта дистанция называется фитнес-функцией. Чем больше значение фитнес-функции, тем лучше выступил агент. Итак, мы берем, скажем, троих лучших. Что мы сделаем с этими тремя лучшими? Мы создадим их потомков. Мы создадим их потомков путем, скажем так, мутации некоторых весов в этих нейронных сетях. Мы возьмем для примера 10% из всех имеющихся в нейронной сети весов и заменим их случайным образом на другие. Но заменим тоже не абсолютно каким-то беспорядочным образом, а в пределе, скажем, 10% от тех значений, которые у них уже имеются. То есть мы немножко их мутируем. Итак, сделаем несколько раз. Получим следующие 650 машинок, 650 агентов, которые будут управлять этими машинками. И это будет второе поколение. Все из этого второго поколения будут являться потомками вот этих лучших представителей первого поколения. Давайте устроим состязание между ними. Опять они все выезжают из одной точки. Некоторые поехали в обратную сторону, причем неплохо с этим справляются. Многие врезались, но уже чуть дальше, чем представители из первого поколения. А некоторые, как можно заметить, даже сумели преодолеть вот этот первый S-образный поворот. Вот они. Что мы сделаем дальше? Повторим то же самое. Мы возьмем лучших из представителей согласно той самой фитнес-функции, а в данном случае, напоминаю, это расстояние, которое они проехали. Снова немножко изменим веса, снова сгенерируем 650-х потомков, снова запустим и так далее, и так далее, пока мы не получим таких агентов, которые будут, управляя машинкой, проезжать весь этот круг, никуда не врезаясь, да еще и делать это за самое минимальное время. Могу сказать, что в данном примере, после 60-ти поколений, машинка проезжала круг быстрее, чем это мог сделать человек, просто управляя ей с клавиатуры. Ну, хорошо. Как же устроена нейронная сеть каждой из этих машинок? Давайте снова вернемся к ней. У нас есть 7 входных нейронов в первом слое. Это, как я говорил, 5 лучей, плюс скорость, плюс направление. Несколько скрытых слоев и 4 нейрона на выходе, на слое на выходе. Я обозначил их буквами, которые знакомы, наверное, каждому геймеру. Это движение вперед, влево, вправо или притормаживании. На что стоит еще обратить внимание, это то, что каждый вес нарисован разным слоем. Что это значит? Чем более красный и насыщенный вес, тем больше положительное значение он имеет в этот момент времени. То есть это входные данные, умноженные на те коэффициенты, которые есть у этого веса. И то же самое с синим цветом, только в отрицательную сторону. Чем более насыщенный синий цвет, тем меньше значение этого веса. Как вы думаете, исходя из того, что я сказал, какое решение примет нейронная сеть? Для этого важно дополнить, что решение принимается на основе того, какой из этих нейронов на выходящем слое будет иметь максимальное значение, максимальное положительное значение. Вот из этой схемы, как вы думаете, что предпочтет сделать агент с машинкой? Да? Вперед. Я тоже считаю, что вперед. А вот здесь у нас много схематически изображенных этих нейронных сетей каждый из них представляет отдельного агента, одного из тех представителей, которых мы тренировали. Мы запустили их, потом посмотрели, кто из них дальше всего проехал, выбрали победителя. У этого победителя мы и провели мутации, получили новое поколение и так далее, и так далее. Вот такое последовательное, случайное изменение весов называется генетическим алгоритмом. Ну, если с машинками все понятно, то, наверное, читая новости про тот же Google AlphaZero, вы слышали такое сообщение или такую фразу, что агенты сыграли друг с другом какое-то количество игр. Как правило, большое. Называется числа в несколько миллионов. Как они это делают? Все на самом деле очень просто. Составим турнирную табличку и проведем соревнования между агентами. Ну, предположим, по шахматам. И нам совершенно не важно, что они на первом этапе очень плохо играют в шахматы или ужасно. Они даже могут не знать правил. Нам важно, чтобы мы провели какой-то турнир и выделили лучшего из первого поколения. Мы проведем один турнир, выберем одного лучшего. Второй турнир, еще одного лучшего. И так далее. Потом мы проведем соревнования между победителями турнира в первом круге. Потом еще несколько игр. Потом соревнования между победителями во втором круге. И так далее, и так далее. И каждый раз мы будем брать лучших и изменять у них веса. Таким образом мы и придем к тому идеалу, который будет показывать лучшие результаты И как оказалось, показывая эти лучшие результаты, искусственный интеллект обыгрывает человека в шахматы без каких-либо проблем Более того, он способен обыграть самый сильный на сегодняшний момент шахматный движок Stockfish 8 С которыми проводились игры и который выиграл буквально 2% из всех сыгранных игр Еще 15% проиграл, остальные не сыграли в ничью Примерно то же самое произошло и с играми Например, в той же Dota 2 искусственный интеллект просто играл сам с собой И на основании того, кто победил и делался вывод о том, кому дальше Ну, на основании какой нейронной сети производить потомка второго поколения, третьего, десятого и так далее Но если бы все было так просто, было бы, конечно, замечательно Какие проблемы могут возникнуть? Ну, первая проблема, это, конечно, подбор той самой фитнес-функции Если в примере с машинками все, наверное, понятно Чем дальше ты проехал, тем больше ты молодец То с той же Dota 2 или со Starcraft'ом, скорее всего, все не так ясно Ну, например, если кто-то здесь владеет немножко терминологией Если ты добил чужого крипа, это хорошо? Наверное, хорошо А если в этот момент тебе сломали башню? Это, наверное, не очень хорошо А что лучше? А если ты получил урон, скажем, в районе 100 единиц, но при этом нанес 150 Проблема в том, чтобы составить корректную фитнес-функцию И, к сожалению, недостаточно просто дождаться конца игры и выбрать победителя Потому что это может дать нам просто случайного победителя Поскольку мы знаем, что в самом начале агенты не знают, что они делают И нам нужно как-то составлять какую-то формулу, которая позволит, исходя из его действий Определять, действительно ли он хорош или ему просто повезло Примерно таким образом и были созданы те самые модели искусственного интеллекта Которые управляли ботами в игре 5 на 5 в доте На, по-моему, прошедшем каком-то буквально недавно соревновании Примерно то же самое было и со Старкрафтом Тоже совсем недавно прошло Хотя со Старкрафтом я бы немножко подискутировал Что касается шахмат, даже есть открытые движки Которые позволяют каждому довольно-таки любознательному и технически подкованному человеку Самому создать модель искусственного интеллекта Которая его же обыграет шахматы в принципе через один день тренировок Чуть сложнее с ГО, но нет ничего, скажем так, неосуществимого Нужно просто обладать как можно большей компьютерной, ну, вычислительной мощностью Чем у вас мощнее компьютер, тем больше игр в более короткий отрезок времени вы можете сыграть И тем больше вариантов моделей проверить В принципе, на этом у меня все Ссылка на видео находится здесь И если у вас есть какие-то вопросы, то буду рад на них ответить Сейчас время на вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы в микрофон, чтобы они попали заюсь Спасибо за компанию, все интересное Не совсем понятно, обучение с подкреплением Что означает подкрепление? Подкрепление? Будьте добры Спасибо Подкрепление в данном случае это можно назвать таким отложенным целевым признаком То есть если мы разбираем пример с теми же квартирами Мы изначально обладаем всем набором данных То есть площадь квартиры и так далее И у нас сразу есть на нее стоимость И мы по этим данным тренируемся В случае с обучением с подкреплением Мы изначально обладаем только каким-то набором данных Как, например, скорость и направление движения машинки Но мы не знаем, хорошо она себя повела или нет Нам нужно дождаться результатов, сравнить это с результатами других агентов И получить какой-то отклик Отклик на основании фитнес-функции Вот это и называется Ну, в этом и есть разница с обучением с подкреплением Это называется отложенным целевым признаком Спасибо за лекцию У меня вопрос на счет того, как был поставлен эксперимент с машинками Имела ли биологическая нейросеть столько же по культурам обучения, сколько искусственная? Или же было преимущество в том, что искусственная имела много раз ошибиться И уже знала карту Вопрос хороший Нет, наверное, биологическая нейронная сеть столько игр не сыграла Если учитывать, что у нас 650 машинок в каждом из поколений Сыграно было, как я сказал, примерно 60 поколений Я не про раунды, я про знание карты Про знание карты? Мунимальное количество возможностей Так же пару у нас проехаться по карте Это как бы для человека неизвестная просто А, ну, хорошо, я понял вопрос, да Имел ли возможность человек тоже несколько попыток сделать, проехаться по карте? Да, имел То есть не несколько раз Ну, не один раз, а несколько раз Человек поуправлял, также используя кнопки W, A, S, D Управлял машинкой Сначала поуправлял сам Проехав по трассе А потом одновременно с лучшим из представителей 60-го поколения И машинка проехала, ну, существенно быстрее Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, за лекцию Вот вопрос такой По поводу квартир Сколько входных, в принципе, обсчитывает Ну, алгоритмы, так говоря, потому что не рассесть Потому что там всего их 5 было Удариваются от метро И всякое такое тоже учитывается И на какой промежуток времени, в принципе, не рассесть Может просчитать, ну, стоимость квартиры Ну, смотрите, в данном примере их было, конечно, не так много Просто потому что я не хотел перегружать экран Но, на самом деле, каждый из, наверное, сайтов Каждая из компаний, которая занимается такой недвижимостью И строит предсказательные модели Они набирают свой набор признаков И отобрать правильные признаки Это, на самом деле, та еще задача Неспроста существует такая профессия, как анализ данных И существует даже соревнование по анализу данных Наборов признаков, я уверен, очень много Они насчитывают, скорее всего, сотни Плюс еще тысячи и тысячи признаков можно получить, анализируя картинки Итого, на входе у нас будет довольно-таки много признаков Что касается времени, которое затрачивается на обучение нейросети Нет, там вопрос не во время затраченной обучения нейросети А время, на которое оно может предсказать С более-менее вероятностью правильной Колебания цены импортиры На которое, на сколько в будущем мы можем предсказать На данный момент То есть мы натренировали нейронную сеть на тех данных Которые мы взяли в какой-то момент времени И предсказывать она будет соответственно этим данным А, то есть это просто, в принципе, оценка приблизительной стоимости квартиры в данный момент Да, на момент забора тех данных, на которых она тренировалась А еще тогда вопрос по поводу тех же самых машин Я понимаю, в последнем поколении Последняя группа агентов Им уже не важно, какие-то повороты Они уже научились их проходить правильно То есть не надо уже... Да, можно поменять трассу И, в принципе, ориентируясь на вот эти значения Расстояние до препятствия с пяти сторон И его собственную скорость Искусственный интеллект принимает какое-то решение И управляет машинкой То есть если поменять трассу Он не будет себя показывать сильно хуже Скажем так, есть даже такой термин Переобучение Если мы бы научили агента Проходить эту трассу просто идеально А потом закинули его на другую трассу Он бы показывал намного худшие результаты Это бы значило, что мы переобучились на одной единственной трассе И нам нужно вносить какие-то коррективы в модель Добрый день, спасибо за лекцию Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к автономному и летальному оружию? Неожиданный вопрос Я вообще к оружию отношусь плохо Так же, как и к тем случаям, когда люди друг друга убивают Или когда люди убивают нелюдей Поэтому Не важно, оружие автономное Или оно стреляет мускульной силой другого человека Это все равно может иметь какой-то негативный эффект Спасибо за лекцию У меня вопрос Какой срок годности у нейросети, допустим Которую заказывают для анализа оценки недвижимости Как часто нужно обращаться в компанию, чтобы ее обновить? Ну, было бы странно, если бы развитие анализа данных на этом и остановилось То есть создал модель, и она потом через какое-то время, грубо говоря, протухла Есть такой термин, как онлайн-обучение Когда мы уже обученной модели подаем на вход данные о новых квартирах Мы ведь все равно получаем со временем данные о каких-то новых квартирах Мы подаем ей это на вход, и она дообучается То есть корректирует свои веса И, соответственно, прибегая, ну, используя такой метод Мы можем, ну, как бы не создавать каждый раз новую нейронную сеть Мы построили модель один раз И потом просто дообучаем ее с ходом времени И так у нас будет все время актуальная модель Спасибо, еще вопрос хотелось бы задать такой Промежуточные слои, от чего зависит их количество Есть ли функция, скажем так, на зависимости этих слоев От количества входных перемен Вопрос хороший Над ответом думаю Нет какого-то такого единого правила или единой формулы о том Как подобрать идеальное количество нейронов в скрытом слое Есть несколько так называемых правил большого пальца Которые, опять же, рассчитываются по формулам В которые входит количество нейронов во входном слое В выходящем слое На что-то делится и так далее Я лично, когда тренирую какую-нибудь нейронную сеть То я просто пробую несколько вариантов И стараюсь использовать степень двойки То есть, например, сделал 32 нейрона в одном слое Натренировал, посмотрел на результат То есть на значение функции цены Потом сделал 64, посмотрел на результат и так далее Потом вывожу график и смотрю соотношение Где у меня получилось лучше Верно ли утверждение, что чем больше слоев скрытых тем Верно ли утверждение, что чем больше скрытых слоев Тем более точно может обучиться нейросеть Это просто определяется, скажем так, вычислительной мощностью И да, и нет Чем более сложная модель, тем легче она научится на тех данных Которые вы ей показываете Но, как я уже говорил про переобучение Она может очень хорошо минимизировать вот эту функцию цены По тем данным, которые вы ей дали Но потом предсказывать какие-то новые данные Она довольно точно не будет Поэтому неправильно сказать, что чем больше слоев И чем больше нейронов в каждом слое, тем лучше Хотя в среде аналитиков, занимающихся Комперитив С английского забыл перевести на русский Занимающихся соревнований Участвующих в соревнованиях по анализу данных По машинному обучению Ходят такие мемы, что, дескать, что делать? Больше слоев Или что делать дальше? Больше нейронов в каждом слое И так до бесконечности Но на самом деле нет А переобучение это довольно-таки распространенное явление И больше времени скорее тратится на борьбу с ним Чем на выбор того, какую модель подобрать Сколько нейронов, сколько слоев и так далее Спасибо, спасибо за реакцию А скажите, пожалуйста, как будет вести себя эта нейроносить При сильном колебании рынка? То есть рынок у нас с недвижимостью колеблется Как она будет на это реагировать? Ну, чтобы она прям совсем стала показывать невалидные результаты Я думаю, рынок должен довольно существенно Или обвалиться, или подскочить А если он делает это довольно-таки планомерно И я в последнее время, к счастью, не встречал Такого, чтобы за один день цены на квартиры Или рухнули, или подскочили до небес Так что если она делает это планомерно И мы достаточное количество новых данных Каждый день скармливаем, скажем так Модели, то она будет оставаться довольно-таки валидной Конечно, можно при желании Перетренировать все заново И взять данные за какой-то промежуток времени Последние, самые свежие, скажем, за месяц Все, что было раньше, отбросить Взять самые свежие данные И натренировать модель на них Но это будет уже новая модель Наверное, она будет более точнее Давать более точный результат Но я бы не стал сбрасывать со счетов Онлайн-обучение, которое способно В принципе, выправить любую модель Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!